Казачество Задатки, когда ему исполнилось 7 лет, забирали и из него готовили профессиональные войны. Это происходило многие тысячи лет и где-то в возрасте 35 лет они входили в отставку, кто конечно выживал, естественно, не все же выживали, после чего они обзаводились семьями. Основная база Славяно-Нарийской империи Казачьего это был Казачий стан, то есть сам название казачий стан, это вот юг Сибири, где огромные степи, где действительно, когда на лошадях можно было после катастрофы на лошадях, что все в основном было такое действие, и вот там были огромные просторы для того, чтобы можно было выпасать лошадей и так далее. И там была основная ставка военных сил Славяно-Нарийской империи. Все эти мальчики отбирались, обучались, из них потом отбирались в зависимости от талантов, и кто проявлял больше талантов, сначала становился варягом, это высшая каста обычных воинов, а те, кто обладал паранорамальными свойствами, они со временем проявляли статус витязей. И вот несколько витязей могли действительно уничтожить целую армию врагов. Почему? Потому что чем отличается витязь от просто варяга даже, или просто казака, который профессионал и так далее. Вы понятие оголтелый слышали, да? А знаете откуда это пошло понятие? Кто знает? Так вы слышали уже. Нечестно. Так вот, оголтелые возникло понятие, это наши предки. То сейчас смысл совсем другой вложили. А раньше, вот когда наши воины были окружены превосходящим числом противника, то тогда они снимали себе все доспехи, обнажались по пояс, и вводили себе в состояние, например, транса боевого. Почему? В этом боевом трансе они сжигали за несколько часов битвы 10-15 лет своей жизни. Потому что они использовали только свои собственные ресурсы. Вот они, почему снимали брони? Потому что в таком состоянии броня не нужна, потому что кожа становится неуязвимой. И только лишний вес, все это сказать. Правда, кого-то хватало на полчаса битвы, кого-то на час хватало битвы, кого-то на два, зависит от внутренних потенциалов. Но это давало шанс победить. И очень часто враги, видя, что наши предки, воины, ходили в состояние, снимали доспехи, обнажались по пояс, и шли в битву, так сказать, только с оружием в руках, они разбегались, как тараканы. Потому что даже тот, кто бился, допустим, полчаса, уносил с собой не менее сотни врагов. Но из-за того, что они сжигали свой потенциал, потому что у них не было возможности восстанавливать, они погибали. Поэтому это применяется только в критических ситуациях. И даже сейчас казачий спас обучает тому же самому. Но при этом человек начинает ходить в состоянии, обученный так, что он становится двигаться так быстро, что люди его даже не замечают. То есть движение быстрее, чем в 24 кадра в секунду. Представьте себе. И даже простой удар ладони отбрасывает человека на несколько метров в сторону. А если ткнут пальцем, то смерть. А если оружием, то полностью. А витязи, владеющие, когда они могли не только сжигать свой собственный потенциал, но и восстанавливать его, ну, конечно, тоже были разные категории, уровни, могли. Это, в состоянии, находится непрерывно. То есть они могли просто идти, вот несколько человек выходят и идут на войско врага. Сто тысяч, примерно. Десять человек могли разуметь сто тысяч войска. Между прочим, реально. Они просто проходили, вот, как нож сквозь масло через армию. Туда-сюда. И вот там, где проходили полосы врагов положены. Туда-сюда, как утюг, знаете, или как танком. И когда это происходило, после этого разбегали в сторону. Но проблема в том, что, почему и витязи били. Вот в той последней главу немножко читал, так? Там я расписывал, что в большинстве случаев те же самые витязи, владеющие даже таким методом, они не понимали действительно, что они делают, а просто природа, имеющий потенциал, просто произносили то или иное заклинание. И введя себе такое состояние заклинания, они становились неизимны для оружия врагов, а их оружие становилось, ну, смертоносом для всех врагов. Но, в силу того, что это было не из-за понимания, а просто, типа, ну, произнести слова нужные и включиться и так далее. Вот я приводил пример, когда ко мне Юрий Васильевич Сергеев пришел, и он такой радостный был, там он встречался с одним мастером старых русских стилей борьбы с казачьей Спаса. И он говорит, вот, вы не представляете, он, допустим, ходит в состоянии скалы, его помощники берут доску деревянную, такую толстую, бьют доской его грудь, доска в щеп, а ему хоть бы хны. И он меня научил и тому подобное. И вот взял при мне, он произнес заклинания, которые он делал. И я тоже, когда он мне научил, люди подходили, били по моей груди кулаками, а звон как стоял в пусковой бочке, я даже ничего не чувствовал. Так вот, я просто для себя, кто не слышал, повторю, просто взял, потому что коснулся пальчиком, и все исчезло. Почему? Потому что пока он произносил, я видел, что происходило, и для меня не составляло никакого труда все это убрать. И поэтому, когда наши, почему наши витязи, в конечном итоге, проиграли? Потому что враги, паразиты, они тоже не дураки, не нужно считать, что социальные паразиты полные идиоты, иначе они не добились того, что не добились, между прочим. Так вот, они в этом отношении, тут не нужно особо даже потенциала, чтобы взять это, блокировать. Они просто блокировали возможность этого делать. А когда человек не понимает, что происходит на самом деле, я просто повторил, и оно получалось. И, к примеру, человек привык, что всегда получается, да? Произносит, и ничего не получается. И все, любая стрела его убивает, вот и все. И перебили очень быстро таких витязь, которые действительно владели. А те, кто, конечно, сжигает свой потенциал, их перебить-то можно, но все равно это не тот уровень. Так вот, казаки, это потом стали называть казаками и так далее, до времен Екатерина II не были женаты, они все были холостые. И только когда, после того, как Екатерина II удалось победить Великую Таталью Славянской империи, ну, помните, мы говорили, 1772-1775 год, то, что под восстанием Пугачева проходит наши истории с вами, в кавычках, школьной имеется в виду, то после того, как она одержала победу, тех, кого не вырезали из казаков, она специально оженила, посадила на землю. Для чего? Для того, что если казак что-то дернется, у нее есть заложники, жена и дети. А до этого воины были независимы, некому было вырезать, некому нельзя было давить. Армия была, подчинялась своему военачальнику, который выбирался и так далее, и так далее. И поэтому, так сказать, была, не подчинялась проходимцам. А когда любой проходимец захвативший власть, он может прийти вырезать женщин и детей, то это уже инструмент давления, шантажа.